Продолжение следует... ...которые нет выхода к морю, соединить как бы через Крым с Приднестровьем, что большая часть Украины отойдет от Российской Федерации, к сожалению, это становится реальностью. Обычно, когда какое-то государство пытается забрать себе территорию другого государства, либо какая-то территория пытается стать автономной, то чаще всего зачистки, этнические чистки, они происходят намного раньше, чем присоединяется какая-то территория, если взять исторический аспект. Сейчас произошло немного наоборот. И поэтому мне кажется, что сейчас Россия начнет чистки, этнические чистки. В первую очередь к этим этническим чисткам будут подвержены крымские татары, потом украинцы, потом неугодные русские. Потому что России сейчас нужно будет создать для себя зону комфорта. А для того, чтобы создать для себя зону комфортно, что ей нужно будет делать? Это избавляться от неугодного. Что нужно делать сейчас? Первая вещь, которую нужно сделать, и которую ни в коем случае нельзя делать, ни в коем случае нельзя сейчас, например, прибегать к таким мерам, как перекрыть воду в Крым, или перекрыть газ, или как-либо показывать, что Украина отказывается от Крыма. Эти части военные, украинские, которые там сейчас находятся, они должны там оставаться. Скорее всего, будет ультиматум со стороны русской. До 21 числа у нас перемирие. 21 числа, не могу сказать, ребята, оружие сдавайте, иначе мы берем штурмом. Они, скорее всего, так сделают. И в этой ситуации нужно идти до последнего, нужно отказываться от вывода украинских войск и продолжать как можно дольше вот эту ситуацию в присутствии журналистов, показывать, каким образом, наглым образом, Россия пытается вытеснить оттуда украинские части. То, что люди будут бороться за свою свободу, я думаю, что будут. Если людям нужно будет защищать свои дома, свои семьи, я думаю, что тоже будут. Я знаю, что там крымские татары уже говорят о том, что мы будем, если в нас начнут стрелять, придут наши дома и будут пытаться что-то сделать, то мы будем давать отпор. Крымские тары всегда были мирным населением. Если брать историю, как возвращались вообще в Крым, в принципе, то движение Крымских тар всегда было мирным. Это были всегда мирные акции. Но просто сейчас население, в частности, Крымских тар, принуждает просто к тому, чтобы брали оружие и защищали свою родину. В начале всего этого конфликта, когда впервые взяли кабинет министров, они почувствовали, что Киев отдельно, а Крым отдельно. Что в Киеве люди делают портфели, грубо говоря, а они остались там, вот как бы с этими русскими, не русскими солдатами, как мы тогда думали, не русскими солдатами, как говорил Путин. Вот они остались наедине. И сейчас нужно их поддерживать, да, и как можно дольше, де-факто, в реальности держать ситуацию, что это украинский Крым, что он нам, это наше государство. В независимости не идет речь. Если говорить о сегменте крымских тар, то это тем более, да, потому что, ну, крымские татары прекрасно понимают, что Крым сейчас не сможет быть автономной республикой, ну, в плане государства, да, абсолютно, это нереально сейчас. Вот. Крымские татары и официальная позиция Минджилиса всегда была такой, что это национально-культурная автономия, вот, в составе Украины. И об отделении никогда не говорилось. То есть сепаратистские настроения были всегда только со стороны пророссийского населения, вернее, пророссийских этих вожаков, которые осуществили переворот. На бумаге Крым принадлежит России. И теперь они могут сказать, что вы оккупанты, вы на нашей земле, мы будем стрелять. Это тот сценарий, по которому они идут. Они хотят, да, они, конечно, хотят, чтобы были столкновения. Таким образом, сейчас, если сейчас, вот сегодня, да, после подписания, если какая-нибудь из украинских частей нападет на тех нерусских солдат, которые вдруг стали русскими солдатами в Крыму, то Россия это расценит как нападение на свою территорию. И тут, конечно, нужно, чтобы в дело вступили военные люди, которые понимают, каким образом выйти из этой ситуации. Неготовность к войне Украины, она очевидная. Мы действительно отстаем на два, на три шага, по сравнению с русскими, которые этот план планировали заранее. Они знали, что они будут делать, они знали, какая будет последовательность действий. У них был план А, у них был план Б, у них были все эти вещи. Единственное, что скажу, вот, в общем-то, скажем так, украинское общество, насколько я стал свидетелем, выдержало вот такой удар стоически и мужественно. Потому что лично я ожидал по аналогии, например, сербских событий, да, вот, когда вот Косово окончательно отделился от Сербии и стал независимым, как бы, да, объявил независимость. В Белграде были большие волнения, если помнишь, тогда были, и что-то взорвали там люди, в общем. И я думаю, может быть, такого типа в Киеве произойти события не произошло. То есть я не видел плачущих людей, я не видел истеричных людей, я не видел причащих, я не видел какого-то ненавистнического, какого-то накала, я не видел этого. Очень спокойно, да, грустно, как бы, общество не в особой уже эйфории, такой, но, ну, как сказать, удар был выдержан очень так, достойно. Будут последствия. Россия должна заплатить цену за то, что она сделала в Крыму, это однозначно.